Канал Руменштайн Айнс представляет Медаль и кто за что воевал Давно это было, почти уж никто ничего и не помнит В далекой Англии жил да был король Георг VI И выпускал он иногда медальки Одну из них я совсем недавно приобрел для своей коллекции Но только профиль чем-то похож Медаль посвящена победе во Второй мировой войне На одной стороне мы видим изображение короля Англии Георга VI А на другой стороне присутствует лев Который поставил лапу на упавшего двухглавого дракона Двуглавый дракон на этом изображении Это тот змей Горыныч Которому удалось улететь от Ильи Муромца И с двумя головами прилететь в Англию Ну а там его уже добил английский лев На медали присутствует надпись 1939-1945 Никаких поправок и сносок на Вторую мировую войну На барельефах обоих сторон нет Обратите внимание на наградную ленту Она напоминает власовский флаг Бело-синий-красный Или сегодняшний флаг России Вот так медаль выглядит без ленты Я профотографировал ее со всех сторон Посмотрел Ничего интересного на ней больше не обнаружилось Сверху медали приделана рукоять меча Мы еще рассмотрим медали других стран Там тоже будет присутствовать меч На юбилейном рубле 1965 года Посвященному 20-летней годовщине победы над фашистской Германией Мы видим воина-солдата, держащего в руке меч На другой стороне монеты расположен герб СССР Надпись СССР и достоинство монеты 1 рубль После Октябрьского переворота 1964 года И свержения Никиты Хрущева К власти пришел Леонид Ильич Брежнев Он был участником Второй мировой войны У нас эта война проходит как Великая Отечественная война И вот в 1965 году при его руководстве Начинается наконец-то празднование победы над фашистской Германией Четко читается надпись 9 мая 1965 года Ну а теперь давайте рассмотрим памятную наградную медаль 1945 года Которую вручали участникам Великой Отечественной войны в Советском Союзе Планка медали обрамлена гвардейской лентой На лицевой стороне медали мы видим портрет Иосифа Сталина Надпись «Наше дело правое, мы победили» На обратной стороне медали мы читаем четко выраженную мысль За что эта медаль вручалась За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов На английской медали мы видели только надпись Начало и конца Второй мировой войны За что она выдавалась, неясно С кем воевали, тоже непонятно Спустя 75 лет благодарные потомки Выпустили памятный медальон Великая Отечественная война 1941-1945 Победа 75 лет На обратной стороне этого медальона они написали Никто не забыт, ничто не забыто Запомните эти слова Найдите словарь «Даля» и почитайте значение этих предложений Другой наш союзник по антигитлеровской коалиции Соединенные Штаты Северной Америки Именно так на тот момент называлось это государство Спустя один год после окончания боевых действий В 1946 году выпускает памятную наградную медаль На лицевой стороне медали изображена женщина Держащая в руках сломанный меч Ее правая нога стоит на шлеме поверженного врага Надпись «Вторая мировая война» Ну а теперь посмотрим, за что же выдавалась эта медаль И что написано на обратной стороне Надпись по кругу Соединенные Штаты Америки 1941-1945 В центре расположена ветка папоротника Над ней видна надпись Свобода от страха и нужды В нижней части надпись Свобода слова и вероисповедания Никакого упоминания о фашистской Германии И войне с нею На этой медали нет и в помине Но на этом казус с медалями За участие в мировых войнах не закончен Я обнаружил еще одну медаль Соединенных Штатов Америки За участие в Первой мировой войне На лицевой стороне вроде бы как ангел Бредущий по поверхности земли С щитом в руках и опущенным мечом А вот на другой стороне медали Начинаются конкретные странности Мы видим двухсторонний топор Зевса Лабрис Обернутый вероятнее всего в сноп колосьев Топор расположен на переднем фоне За ним щит На щиту надпись УС УС вероятнее всего Соединенные Штаты или Коалиция Внизу мы видим шесть пятиконечных звезд По обеим сторонам от щита Написаны страны, участвующие в этой коалиции Франция, Италия, Сербия, Япония, Монтенегро Россия, Греция, Великобритания, Бельгия, Бразилия, Португалия, Румыния, Китай Но самая главная надпись на этой стороне медали Расположена сверху Великая война за цивилизацию Ну а теперь давайте сделаем выводы Из увиденного и услышанного сегодня Иногда не ясно, кто и за что выдавал эти медали А также, кто и за что воевал между собой Если что-то надо спрятать на местности То эту местность засаживают лесом В исторических сочинениях поступает несколько иначе Если необходимо скрыть какое-то событие в прошлом То его в любом случае прикрывают войной А война, как известно, спишет все Благодарю за внимание Оставайтесь на канале Новые ролики выйдут в ближайшее время Всем добра!